Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий Эрбалатов. На этой неделе делегация депутатов Народного собрания Республики Дагестан во главе с спикером парламента Хизрешик Саидовым находилась в Азербайджанской республике. В рамках подписанного соглашения о дружбе и сотрудничестве они обменивались опытом с коллегами из Мили Меджли с Азербайджанской республики. В состав делегации вошли заместитель председателя Народного собрания Камил Давдеев, председатель комитета Мурат Пайзулаев, заместитель председателя комитета парламента Биарслан Изиев, депутат Народного собрания Марат Алияров. 12 и 13 ноября в рамках намеченных мероприятий они встретились с депутатами Мили Меджлиса и обменялись опытом законодательной деятельности. Для обсуждения дальнейшего сотрудничества между двумя парламентами председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизрешик Саидов встретился с председателем Мили Меджлиса Азербайджанской республики Актаем Асадовым. Затем в преддверии второго саммита религиозных лидеров мира, который начал работу 14 ноября, президент Азербайджанской республики Эльхам Алиев принял прибывших в Баку с визитом заместителя председателя Совета Федерации Ильясова Маханова, председателя комитета Совета Федерации Сергея Меликова и председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизрешик Саидова. Будет участвовать в важном мероприятии, саммите лидеров мировых религий. Это событие очень важное для нашей страны, думаю, для всех участников. И очень рад, что Российская Федерация представлена на очень высоком уровне, на уровне руководства Совета Федерации, руководства Братского Дагестана. И также ожидается участие в его святейшествах патриарха Морсковского Ивсия Руси Кирилла, ну и у многих гостей из разных стран. Думаю, что это мероприятие даст хороший импульс к дальнейшему развитию межкультурного диалога, диалога цивилизаций. Подобные контакты на высоком уровне дают мощный импульс в развитии отношений между двумя странами, сказал Ильхам Алиев на встрече. Президент Азербайджана отметил, что рад видеть представителей Братского Дагестана. Он подчеркнул, что уделяет большое внимание дружественным связям с Республикой Дагестан. Спикер Дагестанского парламента Хизри Шихсаидов принял участие во втором саммите мировых религиозных лидеров. Участники саммита обсудят вопросы толерантности и межрелигиозной солидарности, роль религиозных лидеров в борьбе с терроризмом и ксенофобией, а также меры по защите прав женщин и детей. 14 ноября в Доме дружбы Народное собрание Республики Дагестан организовало заседание Круглого стола на тему «Актуальные проблемы государственной кадастровой оценки в Республике Дагестан». Открыл и вел заседание первый заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Сагид Ахмед Ахмедов. В работе Круглого стола приняли участие вице-спикеры парламента Елена Ельникова, Махмуд Махмудов, депутаты Народного собрания, вице-премьер правительства Республики Дагестан Екатерина Толстикова, министр по земельным и имущественным отношениям Агарагим Кагиргаджиев, в Рио министра экономики территориального развития Гаджи Султанов, представители территориальных федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований Республики, эксперты, представители бизнеса, общественности Республики и средств массовой информации. Открывая заседание, Сагид Ахмед Ахмедов отметил большую работу правительства по постановке на учет и проведению кадастровой оценки объектов имущества в Республике. Кадастровой оценке в Дагестане подлежало более 1 миллиона 600 тысяч объектов, в том числе это объекты капитального строительства, земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов. Этот вопрос затрагивает всех без исключения дагестанцев. У общественности, граждан и предпринимателей вызывает обеспокоенность объективный учет всех факторов, влияющих на кадастровую стоимость объектов и определение справедливого размера имущественного налога, подчеркнул первый вице-спикер. Более 1 миллиона 600 тысяч объектов были оценены. Эта работа проводилась во всех муниципальных образованиях. Вы знаете, там созданы рабочие группы во главе с руководителем муниципального образования. Неоднократно они встречались. Были, значит, и на площадке правительства в Махачкалу были приглашены и не один раз. Которые поднимают муниципалитеты по тем или иным объектам они снимали планомерно. И поэтому эта работа еще продолжается. После нашего заседания круглого стола глава республики Дагестан пригласил нас, руководство народного собрания и правительство республики Дагестан, провел на эту тему еще раз совещание. И он сказал следующие слова. Я не допущу, чтобы в республике Дагестан налог на имущество было выше, чем в среднем по Северокавказскому федеральному округу. Глава республики Владимир Васильев, касаясь данного вопроса, говорил, что не допустит, чтобы кадастровая оценка имущества в республике была выше, чем в других субъектах СКФО. Поэтому на круглом столе предлагается обозначить проблемы, возникшие в ходе проведения работ по кадастровой оценке, и выявить пути их решения. Затем слово было предоставлено министру по земельным имущественным отношениям Агарагиму Кагиргаджиеву, который остановился на мерах по организации подготовки и проведения государственной кадастровой оценки имущества физических лиц. Он подробно остановился на работе, проведенной в ведомство. Заключено трехстороннее соглашение между Министерством Дактехкадастром и МФЦ. Если собственники не согласны с кадастровой оценкой, они могут подать заявление, которое будет рассмотрено и проведена проверка ее объективности. Министр также заверил, что в конечном итоге кадастровая оценка имущества особо отличаться от рыночной не будет, особенно для физических лиц. На это также обратила внимание Екатерина Толстикова, которая отметила, что физические лица не будут ощущать особого роста. Если он и будет, то не превысит 10%, сказала она. Член общественной палаты Деньга Халидов поинтересовался, будут ли включены в рабочие группы представители общественности. Депутат Нурмагомед Алиев спросил, как будет соотноситься кадастровая оценка к имуществу акционерных обществ. Председатель Комитета парламента по бюджету, финансовым и налогам Сейфилах Исаков выразил озабоченность, что кадастровая оценка пока проведена лишь по половине объектов. Затем в рево министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов в своем выступлении рассказал о мерах по организации подготовки и проведения государственной кадастровой оценки имущества физических лиц. По его словам, по налоговому законодательству предусматривается освобождение от налогов 15 категорий физических лиц, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников войны и других. Правом бесплатно пользоваться шести сотками земли имеют шесть категорий. Получается, что 70% физических лиц освобождены от уплаты налога на имущество. На вопрос Сагида Ахмедова, каков прогноз по сбору налогов на будущий год, время министра ответил, что ожидается рост 7-10%. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан Нурулла Хизриев остановился в своем выступлении на ситуации по администрированию земельного налога и налога на имущество физических лиц по состоянию на 1 октября 2019 года. Сагида Ахмед Ахмедов, подводя итоги работы круглого стола, отметил, что обсуждаемый вопрос очень важный и затрагивает широкие слои населения. При установлении кадастровой оценки было допущено немало ошибок и пока есть еще нерешенные вопросы. Поэтому необходимо провести совместную работу парламенту, правительству и муниципалитетам по разъяснению механизма кадастровой оценки и помочь гражданам разобраться в ситуации. Итоги круглого стола прокомментировал председатель Комитета Народного Собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Алла Вадима Мирзабалаев. Сегодня на площадке Народного Собрания Республики Дагестан прошло такое значительное событие и мероприятие из цикла мероприятий, посвященных по разъяснению происходящих реформ системе государственной кадастровой оценки недвижимого имущества земельных участков, а также и установление справедливого подхода к налогообложению этих объектов. К сожалению, наученные горьким опытом оценки предыдущих лет пришлось такую масштабную работу провести прежде всего с населением, с разъяснением новых подходов, норм законодательства. И вот сегодняшний заключительный круглый стол он выявил, что до сих пор многие еще недостаточно глубоко изучили установленные федеральным законодательством нормы, правила. Поэтому сегодняшний круглый стол еще раз выявил слабые места в проведенной оценке, а также выявил проблемные вопросы, которые нужно сегодня уже задуматься, решать, как исправлять ошибки предыдущей оценки. Мне хотелось бы, чтобы все внимательно посмотрели 1 января ту итоговую цифру, которая получится, и если вдруг они с ней не согласны, подали заявление об исправлении ошибки. Эти ошибки будут абсолютно без всяких судов, будут приняты во внимание и исправлены. 14 ноября состоялось заседание Комитета Народного Собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. Открыл и вел заседание председатель комитета Мурат Мамаев. Депутаты обсудили изменения волнующих граждан, особенно водителей закон Республики Дагестан, о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку и хранение, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств. Было в частности отмечено, что законопроект разработан с учетом положений федерального закона, уточняющих в части порядка определения стоимости расходов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение, а также оплаты лицом, привлеченным к административной ответственности, за правонарушение. Эта стоимость рассчитывается, исходя из тарифов, в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за состоянием законодательства в сфере государственного регулирования цен на товары. Законопроект принимается сразу в двух чтениях. Парламентарии поддержали проект закона и приняли решение вынести его на президиум для включения в повестку дня ноябрьской сессии. В ходе заседания депутаты рассмотрели контрольный вопрос о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан, формирования комфортной городской среды на 2019-2024 годы и проект закона о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Прием граждан в региональной общественной приемной провел первый заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Сахид Ахмед Ахмедов. К вице-спикеру обратилась инвалид детства второй группы Аминат Исрапилова, проживающая в селении Аймаки Гиргебельского района, с просьбой улучшить ее жилищные условия. Заявительница сообщила, что стоит в очереди на улучшение жилья с 2007 года, но на сегодняшний день очередь практически не сдвинулась. Сахид Ахмед Ахмедов поручил подготовить по данному вопросу письмо Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. От имени своего сына к депутату обратилась пенсионерка Патимат Имагаджиева из Махачкалы с просьбой помочь восстановить его на работе в Дагестанском управлении инкассации. По его словам, сын работал в организации 14 лет, после чего был уволен из-за произошедшей семейной трагедии. Депутат созвонился с начальником управления Росинкассы по Республике Дагестан Махмудом Магомедовым и попросил его восстановить Адельбека Имагаджиева в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Всего парламентарий принял 10 человек. Депутат внимательно выслушал граждан и заверил, что каждый из поднятых вопросов останется у него на контроле до конкретного принятия решения. 12 ноября в региональной общественной приемной Республики Дагестан прием граждан провел депутат Народного собрания Булат Баширов. Первая к депутату обратилась Махачкалинка Абатина Гасаналиева с просьбой оказать содействие в получении медицинских лекарственных препаратов для дочери Мадины, инвалида второй группы. Амина Селимова из Махачкалы пришла на прием с просьбой помочь ей с обменом паспорта. Заявительница сообщила, что родом она из Азербайджана, но с 1991 года проживает в Дагестане. На сегодняшний день у нее возникли проблемы с получением документа. Депутат внимательно выслушал граждан и заверил, что каждый из поднятых вопросов останется у него на контроле. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. Всего вам доброго, до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok